Сегодня в стране отмечается День войск Национальной Гвардии России. В Дагестане по этому случаю открыли памятник, посвященный росгвардейцам, павшим при выполнении служебного долга. Мероприятие сопровождалось праздничной программой. Гостям продемонстрировали тонкости повседневной работы сотрудников ведомства. Все подробности у Хадижи Курбановой. Взрывы, стрельбы, бомбардировка. Силовики штурмуют здания, преодолевают препятствия и делают все, чтобы поразить противника. Вымышленного противника. Сейчас то, что происходит на базе Каспийского ОМОН – легенда. Но в повседневной жизни военнослужащие Росгвардии сталкиваются с этим почти каждый день. Контртеррористические операции, арест вооруженных преступников – это все. Им не ново. Примерно так силовики проводят задержание злоумышленника на автомобиле. Опасность может ждать где угодно, и они должны быть всегда на готове. Сотрудники Росгвардии проводят упорные тренировки перед каждой спецоперацией. Но, к сожалению, не обходятся и без жертв. Именно им, павшим, выполняя служебный долг, посвятили открытие памятника. 20 лет будет 12 сентября, как нет моего сына. Он погиб, когда ему еще не было 24 года. И вот сейчас я смотрю на ребят, которые вот с ним служили. Они уже такие взрослые, такие красивые, уже папы, уже некоторые дедушки. Видите? Но мне приятно, что не помнят, что был вот такой у них друг. Да, и меня тоже все время зовут. Поэтому спасибо им за память. На защите обороны Родины без потерь не обойтись. Утраты случаются, и главнокомандующие всегда заинтересованы в том, чтобы свести их к минимуму. Они посвятили этой деятельности много лет жизни. Сегодня те, кто выполняет нелегкий труд, принимают поздравления. Сегодня мы отмечаем годовщину образования федеральной службы войск национальной гвардии. Как вы видите, приехали или пришли очень много народу, ветеранов, членов семьи. Хочу поздравить всех сотрудников военнослужащих, войск национальной гвардии, ветеранов. Военнослужащие гордо маршируют, и за ними с не меньшей гордостью наблюдают жены, матери, дети. Поздравить своих мужчин пришли их близкие. Поздравить своего мужа. Он у меня уже здесь работает 7 лет. И каждый раз волнительно отпускать его каждый день на работу. Ну, сейчас, тем более, в такое время небезопасное. Конечно, я хочу поздравить их, и не только своего супруга, но и всех сотрудников с таким прекрасным праздником. Мирного неба, наверное, над головой для всех, для нас, для детей, для них. Кроме показательных выступлений, рукопашных боев и марша, сотрудники Росгвардии представили образцы современного вооружения. Здесь есть все, что они используют в своей работе каждый день. Увидеть и даже подержать в руках оружие росгвардейцы сегодня могут все гости мероприятия, но не всем под силу. Автоматы довольно тяжелые. Этот используется во время спецопераций.